Ви статях наверх, большие и маленькие любители крупных калибров, с вами сегодня в эфире Тури. И у нас в гостях американский линкор Миссури. Он притаился на третьем ранге в игре Modern Warships. Это премиумный корабль, который обладает рядом преимуществ, ну и также кое-какими недостатками. Сейчас мы с вами посмотрим, что это за корабль такой, обязательно прокатим его в бой. Смотрите внимательно, не переключайтесь. Поехали. Линкор Миссури или Большой Мо, как его называют в США, это третий корабль в серии линкоров типа Айова и одновременно последний американский линкор. Наверняка многие из вас знают, ну хоть какие-нибудь факты про Миссури. Но, например, в 1945 году японцы подписали акт капитуляции на борту этого линкора. Ну и, конечно, кино. Морской бой, это фантастическая перестрелка с чужими пришельцами. И, конечно же, Стивен Сигал. Но кто не смотрел фильм в осаде, где тоже участвует Миссури. На нынешний момент корабль стоит на Гавайях и представляет собой музей. Я думаю, что миллионы человек посетили этот значимый объект. Ну, а мы сейчас с вами переносимся в игру. Давайте поговорим о вооружении. На борту Миссури две ракетных батареи с вармер. В принципе, исторически здесь были установлены томогавки. Но в игре, понятное дело, есть свои условности. Что касается ракет, это хорошее подспорье. Но, скажем так, не основной урон с Миссури. Точнее, можно ими кидать и наносить домашку. Но все-таки основную дамагу делает не ракета. Миссури — это один из действительно артиллерийских кораблей. Из немногих артиллерийских кораблей, которые есть в игре Modern Warships. Здесь установлены 9 орудий калибра 406 мм. Да, это не пушки Ямато. Но это такие штуки, от которых не работают противоракеты. Если вы видите корабль в прямой видимости, вы можете стрелять и практически наверняка будете наносить урон. В дополнение по артиллерии также есть пушки Марк 12 127 мм. Это такой противоминный калибр. Он отлично годится для того, чтобы быстро разбираться с кораблями, которые находятся в дальности стрельбы ближнего боя. Такий аналог бомбометов. Ну, наверное, бомбометы все-таки будут немножко пошустрее. Но Марк 12 стреляют лучше на дальние расстояния, имеют больше шанс попасть. Поэтому штука действительно универсальная и вполне себе даже годная. Что касается ПВО, здесь у Миссури тоже все неплохо. Можно взять, точнее стоят по умолчанию здесь, серемы. Четыре штуки. Ну и для пострелять также есть еще по форс квадров, которые тоже неплохо работают. В том числе, в общем, можно стрелять вручную по разного рода летящим целям. И самолет тоже сбивается. Но правда достаточно неохотно. И на закуску для борьбы в основном с подводными лодками, потому что нету на Миссури соответственно бомбометов, сидит у нас на корме вертолет. В принципе, этот Каманч очень даже неплохо для этого годится, потому что есть торпеды и худо-бедно по 12 тысяч с лодки он имеет возможность сносить. А теперь посмотрим на корабль в бою. Если говорить про назначение Миссури, это в первую очередь универсал. То есть у нас есть возможность и ракеты позапускать, и пушками пострелять. И в дальнем бою неплохо чувствует себя корабль за счет того, что есть артиллерия. И, соответственно, она не сбивается мерами ПВО. И есть возможность поиграться в ближнем бою. Да, эти артиллерийские башни 127 мм все-таки немножко проигрывают бомбометом. Да, черт возьми, кого я обманываю. Не немножко, но прилично проигрывают. Но, тем не менее, разделать какой-нибудь кораблик, который случайно подкрался к Миссури, проблем практически не составляет. Отдельно, кстати, еще хочу упомянуть, что у Каманчо, у вертолета, у нашего есть возможность сбивать и летающие цели. То есть может он помогать как и по авиации, так и по дроном. Вполне себе даже неплохо с этим справляется. Ну и опять же, конечно, торпеда. Ну а плюс мы с вами поговорили, а теперь давайте поговорим про минус. А минус заключается в том, в первую очередь, что несмотря на большое количество разного вида вооружения, давать, скажем так, прям хороший, уверенный дамаг получается не всегда. Ну, это либо кто-то за островом находится, либо ракеты не долетели, либо тупо пушки не попали, потому что Нутель все-таки имеет возможность маневрировать. Да и к тому же торпед нету и бросать на дальнее расстояние не всегда сложно. Конечно, кнопок достаточно много, потому что надо пытаться еще фокусить летящие по вам цели всякие самолеты, сбивать их при помощи ручного ПВО. Поэтому вот в этом плане сказать, что корабль прям хорошо, уверенный и много дамагает по любой цели, этого, наверное, не скажешь. Да, дамага идет, но не слишком быстро. Миссури обладает неплохим запасом хитпоинтов, скажем, вот здесь более 360 тысяч. Допустим, у того же Петра хитпоинтов поменьше. По маневренности я бы даже сказал, что Миссури чуть более маневренный, чем Петр. Петр реально это такой просто гигантский валенок, который развернуть очень сложно. Миссури все-таки более или менее имеет возможность передвигаться. Если вы играете с компьютера, с эмулятора, то немножко, конечно, есть определенная сложность в том, чтобы фокусить орудие. Одновременно надо и ракеты настроить, и приходится еще и башню с пушками корректировать. Но, в принципе, с мобильником такой особо проблемы нет. Кстати, как видите, за счет неплохой перезарядки можно еще и домашку со знаменитых вот этих вот нефтяных вышечек подобрать. Почему бы и нет, стреляем мы шустро, попадаем только плоховато, надо брать пониже. Кто не знал, кстати, стреляйте по вышкам, дамага идет вам в зачет, вполне себе даже. Вот у нас сейчас в наличии подлодка передо мной, но, собственно, я ничего не могу и сделать. Бомбометов у меня нет, торпедов тоже на борт не завезли. Однако ж у меня есть в наличии вертолет, который, как видите, уже что-то там спускает в эту подлодку. Ну и домашка хуй какая, вот видите, сейчас за счет торпеды по лодке и зайдет. Иными словами, в принципе, против лодки у Миссури больше преимуществ, потому что большое количество хитов, есть чего похилить, и, соответственно, лодке без всплытия не удастся никаким образом Миссури здесь победить. Но, как видите, на вертолете большие запасы всяческого разного рода вооружения. Теперь давайте, что касается фарма, посмотрим. Вот весьма средний бой, мы получаем где-то 112 тысяч серебра. В следующем бою активировал прем, там уже 170 тысяч. Но стало интересно, сколько можно еще набросать. И получилось набросать немножко побольше, практически на 300 тысяч, что, конечно, очень недурно. Вообще, кораблик хорошо фармит в умелых руках, здесь нареканий никаких нет. Имеет ли смысл как-то менять здесь вооружение? Я думаю, что ничего лучше, чем то, что на борту у нас сейчас есть, сделать здесь практически нельзя. Можно поменять СРМ, но смысл можно менять Каманч, Каманч очень неплох. Ну, а что касается свармеров, ракета не очень мощная, но имеет шанс прохождения зоны ПВО и нанесения какого-никакого урона. Вот такие вот дела, друзья. Если видео вам понравилось, если игра интересна, вы еще не играете, в описании есть ссылка. Перейдите, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Ну, а также обязательно подпишитесь на канал, прожмите лайкос и активируйте колокольчик. А с вами Турямбыч. Увидимся в открытом бою. До новых встреч и пока-пока.